Ну а теперь, наверное, к практическим приёмам, а то вы уже заждались. Малярной кисточкой, вот сейчас переверну сразу, чтобы мы уже с вами могли продолжить. Итак, скажите, пожалуйста, ребёнку во второй младшей группе можешь нарисовать дерево? Ну, как правило, на сентябрь мы отводим ту тему, когда педагог накануне занятий рисовал дерево, веточки нарисовал, а дети утром должны примакиванием поставить листочки. Есть такой момент? Скажите, в чём развивающая задача? Ну, в чём развивающая задача? Вот для чего мы вот этот вариант занятия проводим? Что мы хотим получить, а? Развитие воображения идёт. А что они там придумывают, воображают? Ну, они, когда они ставят эти вот мазки, то есть они, ну, видят же, куда их ставить, они смотрят, что... А дети всегда попадают в крону, когда ставят отпечатки? А мы тут же отговорку. У нас же осень, листики опадают. Мы готовый рецепт даём, как объяснить то, чего ты не умеешь рисовать. А потом в старшем возрасте удивляемся, почему у нас дети рисуют вот таких людей без рук. Говорит, он спрятал. И ног не видно, потому что платье длинное. Это готовый рецепт, как объяснить то, что пока у тебя не очень хорошо получается. Вот такое занятие, конечно, мы примакивание отрабатываем. Ну, координация и ориентировка на листе, ну, с большой натяжкой, совсем с большой натяжкой, если особенно учитывать тот факт, что дети не всегда попадают туда, куда нужно. Но ведь мы могли бы действительно познакомить детей, как рисовать дерево, но при этом рассмотреть совсем другой вариант композиции. Опять вот стереотип. Если мы рисуем дерево, то оно почему-то должно быть целиком от и до. Домик от и до. Цветочек от и до. А потом мы задаём вопрос, почему у нас рядом с таким домиком появляется такой же высоты цветок. Да не потому, что дети не знают, что цветок намного ниже этого домика. Ведь нужно нарисовать красивый цветок. Красивый. А если он рисует такой же, как он должен быть в соотношении с этим домиком, то он будет совсем маленьким. И он всю красоту не покажет. Но здесь другой стереотип играет. Ребёнок научился рисовать дом целиком. И он знает, что дом только так рисовать можно. А что можно, например, только фундамент нарисовать, и рядом с ним огромные цветы, и они не будут казаться мутантами. Здесь, конечно, момент уже уходит в сторону. Мы с детьми договариваемся, что когда мы рисуем фон, а фон делают дети сами. У нас всего нужны три цвета. Один из которых белый. Вот белый мы сначала накладываем все вместе, а два других они выбирают. Я беру гуашь. Я просто вытираю кисточку. Я действую медленно, чтобы лишняя краска у меня не упала никуда. Просто вытираю. Я даже не смотрю, чего я там делаю. Я просто вытерла. Ну, беру, предположим, чуть-чуть жёлтенького. Я не вырисовываю так, как сделали бы дети. Ну, давайте немножко. Всё. У нас фон, считайте, что готов. Я беру влажную салфетку. И всё, у меня небо готово. Фон. При этом у меня лист сухой, потому что лишней воды нет. Я могу дальше продолжать работу. А теперь я нарисую как раз деревья. Но при этом тот вид композиции, когда я не вижу нигде начинает расти дерево, нигде заканчивает. Мы с вами забираемся на веточки. Сели на ветку и смотрим, что там происходит на других деревьях. Или, например, открыли окошко и посмотрели со второго этажа. Вы ведь не видите, где начинает расти дерево. И не видите, где заканчивается. Вы видите только полоски. Вот эти полоски мы рисуем с детьми. Но опять при одном правиле мы на кисточку берём два цвета сразу. Ну, например, ухру и коричневый. Я до конца не буду дорисовывать, но с детьми мы всегда доводим до конца, чтобы не пачкать мольберт. Разве они такие полоски не нарисуют? Нарисуют. Теперь смотрите. Я возьму, например, коричневый и немножко синий. И такое дерево нарисую. Потом возьму поуже. Белую, например, и охру. И тут её возьму и проведу. И, в принципе, я могла бы сейчас просто этой же кисточкой хаотично нанести различные линии, как это сделает вторая младшая группа ребёнок. Он не сможет вам все ровненько веточки нарисовать, у него всё равно будет хаос. А, в принципе, когда мы глядим туда, за окошком, мы то же самое видим. Веточки пересекают друг друга. Они переплетаются. Какие-то вверх, какие-то вниз. И потом мы добавляем немножко листвы. Но я специально этого не делаю для того, чтобы сразу охватить несколько возрастных групп. А если это средняя группа, и мы хотим посадить птичку на ветку. Когда мы ставим такую изобразительную задачу перед детьми, с чем мы сталкиваемся? А мы сталкиваемся вот с чем. Вот рисунок. Дети нарисовали широкое дерево, нарисовали большую ветку и начинают рисовать птичку. Но мало того, что они вас пять раз спросят, где эту птичку рисовать. И в итоге получается, что один кружок здесь, один здесь. Нарисовали глаз, крылья, хвост, а ветка здесь. А птичку надо посадить на ветку. Они её и сажают. Задача же была посадить птичку на ветку. То есть мы сначала искусственно создали проблему для ребёнка, а потом с геройством её начинаем решать. Вот для того, чтобы ребёнок включился в процесс создания образа, наверное, нужно пойти чуть другим способом. Каким? Сейчас покажу. На эти случаи у нас есть либо такая кисточка волшебная, либо круглые диски. Я наношу краску. Как поставить два отпечатка ребёнка? Это зависит только от него. Но птица уже есть. Надо найти, где глаза. Где поставить точки и главное, сколько. Два глаза или один глаз. Некоторые три умудряются нарисовать. Ну вот представьте, что наш... Вот возьмёт ребёнка и сюда поставит. Но мы же не можем проконтролировать, где точно будут эти глаза, правда? Теперь остаётся, конечно же, нарисовать клюв. И клюв тогда будет вот здесь. Крылья. Крылья мы можем нарисовать, разрезав ватный диск пополам и приложив их. Либо вырезать штампик, и они штампиком прикладывают. Ну, либо нарисовать кисточкой. Ну, теперь лапки. И вот теперь появляется ваша ветка, на которой сидит птица. Не надо удлинять лапы. Мы замечательно посадили нашу птичку. И остальные веточки добавили. Вот они так, в принципе, в природе и выглядят. Теперь нужно рисовать немножко листьев. Если осень, соответственно, определённая цветовая гамма, весной другая. Но поздней осенью чуть-чуть где-то листочки останутся, зимой мы можем положить снежок. Ну и весной маленькие-маленькие листики. Я беру ту же самую кисточку. Набираю два цвета. Жёлтую и зелёную. И всё. И мои листики готовы. Мне во второй младшей группе и в средней. Не нужно прорисовывать отдельные листочки отдельной маленькой кисточкой, потому что в природе так не бывает. Вот этого достаточно, потому что мой акцент был А поставлен на том, чтобы нарисовать вертикальные линии, нарисовать с ними ветки и в средней группе нарисовать птичку, именно образ птицы. Идём дальше. А теперь рассмотрим тип композиции, при котором мы видим, где дерево начинает расти, но не видим, где заканчивает. Всё то же самое. Небо готово. Теперь то же самое делаем с нижней частью листа. А теперь и этой же малярной кисточкой по линии горизонта. И вдалеке у меня получился лес. Я не рисовала каждое дерево. Я обозначила, что там есть зелень, там есть лес, но он там далеко. Детям очень тяжело бывает освоить этот приём пространственного выполнения рисунка. Дерево вблизи и дерево далеко. Но давайте уж сразу здесь рассмотрим вариант дорожки. У детей вообще два варианта. Первый горизонтальный, второй вертикальный. Вот в точке схода они редко-редко у них получаются. А мы даже не дорожку сейчас сделаем с вами, а речку. Принцип тот же самый. Нужны две кисточки. Я набираю белую краску и голубенькую. И ставлю в одну точку. В любую по линии горизонта. И в разные стороны. И в серединке мне нужно заполнить горизонтальными мазками. Только горизонтальными. Получилась речка. Теперь рисуем дерево. Мы видим, где начинает расти дерево, но не видим, где заканчивает. И в следующий раз. еще и травку. И пейзаж готов. Идем дальше. А сейчас нарисуем тот вариант, когда мы видим только кроны деревьев. Вот мы посмотрели сверху. Для этого возьмем акварель. Но так как дети могут не попасть в одну ванночку, мы поступим так же, как поступают дети. Вот они так вам и сделают. А нас, в принципе, это вполне устраивает. С красками ничего страшного не происходит. И то же самое. Лишнюю водичку мы с вами убираем. А теперь берем чай. Пакетик. Либо шиповник, либо крокодэ. Шиповник дешевле. Когда мне говорят, как же так вы рисуете продуктом питания, я говорю, вы знаете, хороший чай в холодной воде завариваться не будет. А этот заваривается. Значит, его пить нельзя, но рисовать и можно. Я отжимаю. Видите, как замечательно рисует. Ну все. А теперь остается только нарисовать, чуть-чуть обозначить стволы деревьев. Тонкой кисточкой. Вид сверху у нас получился. Но чтобы уж добавить листочков и сделать повыразительней, мы набираем белую краску, чуть-чуть оранжевый, чуть красный. Вот чуть-чуть разбросали отдельные листочки. А вдруг пошел дождь. Отжимаем кисть и набираем белую краску полусухой кисточкой. Пошел дождь. Не такими отпечатками, как часто можно встретить в рисунке. Идем дальше. Все то же самое. Ну давайте совсем поменяем концепцию. Идем дальше. Вот таки. Вот так. В 88-9-9-9. Вместе. seem to be a favor. А теперь берем волшебный инструмент. Дети забирают краску с лоточка. Я беру охру и наношу с каждой из сторон по полоске, по переменам. Теперь беру коричневый и черный одновременно на кисточку. Одного валька хватает на две березы. Причем одна береза получается там вдалеке, а другая ближе. Нам остается добавить веточек. Так, снежок побросать на веточки. И все, и зимний пейзаж готов. Вот валиком они рисуют березу тогда, когда они пока не готовы мне кисточкой ее отрисовать. Как только научились. То есть у них появился зрительный образ. Им понятно, как ее рисовать и какой эффект получается. А дальше по ней они начинают действовать уже кисточкой. Мазочками. Обычно щетиной кисточкой прокладывают эти мазки. Но проблема есть не только с пейзажем, но и с натюрмортом, и с животными. У нас целые полгода с вами для того, чтобы освоить все технологии. Но сейчас покажу еще очень доступный, понятный, и самое главное, полезный для детей прием рисования натюрморта. Фон делаем то же самое. Все как всегда. Белую краску вытираем. А лист? Протерли. Нижнюю часть точно так же. Только можно два цвета добавить, не надо три. Это будет вполне достаточно. Ну и все. Вот дети, когда рисуют натюрморт, какую типичную ошибку они совершают. У них либо получается ваза большой, цветы уже не помещаются, и тогда они цветы, маленькие головки, там размещают бутоны у горлышка. Либо они делают так. Большая-большая ваза, стебли свисают, и бутоны рисуются там, где есть свободное место. Важная ошибка. Мы должны определить с вами, мы рисуем вазу с цветами или цветы в вазе. Сказалось бы, какая разница? И там ваза, и там ваза, и там цветы. Но нет, разница есть. Ваза с цветами, значит, мы основной акцент делаем на форму вазы. А цветы быстро-быстро поставили отпечатки, штампы, трафареты, неважно что. Если мы цветы в вазе, значит, мы цветам уделяем внимание, а ваза у нас просто клеится картоном, готовый силуэт, трафарет и так далее. Так вот, когда мы просим нарисовать эти цветы в вазе, у детей опять-таки получается ситуация, что цветы смотрят вот так. Но ведь на самом деле цветы растут вот так, а дети их рисуют вот так. То есть так, как в природе не бывает и всех устраивает, еще эти два симметричных листочка. Вот как помочь ребенку выйти из этой ситуации стереотипа? Сейчас богатейший выбор обычных салфеток с рисунками, правда? Это не докупажные карты, это обычные салфетки. Но, как видите, здесь даже на одной салфетке и так бутончик, и так расположен. Хотя бы у ребенка есть зрительные представления о том, как могут выглядеть цветы. И мы путем обрывания, либо мы вырезаем, либо даем готовые уже эти бутоны, но предоставляем их детям. Не надо там очень прям кропотливо все это надрывать. Вот один готов. Так, сейчас второй. А вот другой мак я возьму... Давайте вот так. Из этой салфеточки один еще возьмем, а третий получим еще одним интересным способом. Самое главное разъединить и оставить только верхний слой. Надо намочить то место, где будет крепиться ваш мак водой. И водичкой же закрепить. У ребенка видно силуэт цветка? Видно. Цвета есть и есть. Мы просто раскрашиваем. Причем движемся от центральной части. Причем. Продолжение следует... Со вторым цветком поступаем точно так же. А вот третий мы сделаем из салфетки, но совсем другим способом. Я беру салфетку, складываю пополам, ещё раз пополам. И вырезаю одну капельку, один лепесток. Теперь я беру пластилин. Абсолютно любого цвета не имеет значения. Вот у меня получился целый силуэт цветка. Так. Прилепили. Деталь. Ещё пластилин. Ещё деталь. Пластилин дети ощущают. Клей ни в коем случае вводить нельзя, потому что разорвут салфетку. Поэтому нужно только вот так сметь. Дальше мы делаем сердцевинку. Ну, чтобы у нас все пять цветов не получились в этом положении, под лепесточки пальчики поднимаем и в пластилин закрепляем. А теперь ваза. Я на кисточку набираю два цвета. Ставлю точку. И рисую округлую форму. А теперь здесь дуга. И здесь дуга. И простой способ рисования ваза готов. Ну, конечно, мы можем немножко похулиганить и добавить чуть-чуть блик. Пустоты, чтобы не было, мы добавим сюда траву. Ну, давайте ещё дополним яблоко. Мы возьмём круглый диск. Разъединить обязательно нужно и ворсистой частью закрепить на листочке. Намочили ворсистой частью, закрепили и опять намочить. Для чего мочить? Для того, чтобы диск никуда у нас не делся с листа. Как видите, всё держится без клея. По кругу раскрашиваем яблоко. Ну и всё. Ну, конечно, можно добавить ещё падающую тень, но дети с ней пока не справятся. К сожалению, на сегодня наша лекция заканчивается на моменте определения педагогических технологий, которые мы с вами разобрали. Это только сотая часть технологий, которые нам предстоит изучить с вами в течение полугода нашего курса. Мы будем учиться рисовать животных, мы будем учиться рисовать человека в движении, в статике, сюжетной композиции и так далее. Вот сегодня я вам показала на самых простых примерах, как можно ребёнка вовлечь в этот эксперимент, а дальше на базе этого эксперимента выстраивать более сложные вещи. Потому что сегодня дети у нас оказываются незаинтересованными трудиться. Мы не можем пойти на поводу у них, но и не можем оставить этот процесс без действий. Значит, мы должны заинтересовать. Первая задача – вызвать интерес. Вызвать интерес можно новым инструментом, новым материалом, новым техникам. Но чтобы ни этот инструмент, ни материал, ни техника не были самоцелью. Не только ради того, чтобы все сказали, боже мой, какая прелесть. Вот сейчас ты рисуешь берёзу валиком, а завтра мы с тобой поучимся рисовать берёзу вот этой кисточкой плоской. А послезавтра ты будешь рисовать круглой кисточкой, чтобы ребёнок понимал, что сегодня он может уже нарисовать самостоятельно берёзу. А завтра он нарисует другую совершенно, используя другие техники. Ему нужны некие усилия. И он будет с таким нетерпением ждать этого следующего дня. Какие вопросы у вас есть ко мне? Нет одного вопроса. Простите, пожалуйста, а вот данная композиция – это примерно какой возраст? Ну, у меня 3-4 года делают. То есть вот такой – это 3-4 года, да? Цветок уже есть, но при условии, если эти 3-4 года у меня занимались с раннего возраста. Если я их только что взяла, деток, то, конечно, это старшая группа. Ну, то есть старшая подготовительность спокойно. Да, спокойно, свободно, да. Они ещё и придумывают сюда гусеницу посадить. Спасибо. Особенно для тех, кто, например, уже сделал. Меня спрашивают, ну, как вы справились, если 25-28, их же нужно занять. Один уже нарисовал, а 24 сидят ещё рисуют, а один уже готов. Я говорю, ну как, у нас есть круг подсчёта в работе. Между рядами ходят и сушат работу. Круг подсчёта. Пока дошёл, а я ещё вредный педагог, я говорю, а её надо побыстрее посушить. Согласен? Он говорит, согласен. Вот два шага делаешь и дуешь на работу два раза. Понял? Понял. Вот он два шага сделал и дальше пошёл. Вот он только один раз прошёл, и у него вся энергия уже улетучилась. Ему, а можно я посижу? Я говорю, конечно, можно. Дальше. Можно усложнить содержание. Ты знаешь, а вот натюрморт замечательный, но мне кажется, кого-то здесь не хватает. Говорит, кого? Я говорю, ты знаешь, можно бабочку, можно божью коровку, можно гусеницу. А кого ты? А я листочек один от мака нарисую, можно? И он отрывает один листочек и пририсовывает его сюда. Ну почему нет? Поэтому всегда можно найти выход, даже при том планировании, которое у вас есть. Какие ещё у вас вопросы есть, уважаемые коллеги? Можно ещё задать вопрос? Конечно, нужно. Я где-то не точно поняла или там неправильно это всё осмыслила. Это получается, ну, неправильно мы говорим, лицо рисовать, да? Значит, это не классический тель, да. В любом случае, это... Не то, что неправильно, просто, ну, точнее, вернее было бы сказать, да. Не классический вариант. А это то, что делают клеевой кисточкой жёсткой? Да? Это же тоже получается? Почему нет? А здесь вы видели совмещение классики и не классики. Работа листочными движениями по листу – это классика. Тычок – это приём классический. Ага, всё. Не классический момент привлечения салфетки в этом и в этом варианте. Из различных материалов. Материалов или какого-то приёма благодаря инструменту. Ну, в данном случае инструмента другого не было, а вот с берёзами был валик. Это не классический вариант использования. С валиком было очень здорово, интересно, действительно, вот малышу порой... И не только берёзу рисовать. Там такие шикарные жирафы получаются, коровы, лошади, кошки, тигры с помощью валика. Тогда будем ждать встречи следующей, с удовольствием.